Максим Кужайский, президент РУ. Можете прокомментировать группу и дел фон, насколько вы там были вступители, и можете объяснить, по году второго экзаменов, Третья Курманова очень активно реагировала на судебные решения, с чем это было связано конкретно, или это просто какая-то сумма эпизода, которая была в ходу игры, вызвала какую-то реакцию? Я начало вопроса и не расслышал. Можно? В комментарии по игре, значит, первое, ждали тяжелой игры, такая она и оказалась, крепкая команда, и дали поиграть ребятам, которые играли меньше, в чемпионате и в последних играх, и дали им возможность проявить себя, и они сыграли. Скажем так, не было разницы большой, заметной между теми игроками, которые играли в предыдущих матчах и сегодня. Матч оказался тяжелый, в принципе, мы оказывали давление на протяжении всей игры, у соперника было пару моментов после стандартных положений, скажем так. Ну, в целом, игрой довольны и в обороне, и в атаке. Второй вопрос. Про реакцию на действия полноармита. Сейчас скамейка очень активно во втором тайме реагировала на то, что происходило на поле. Это был реакция на какой-то один эпизод, или в целом страховый эксперимент? Нет, там было несколько эпизодов, на которые реагировала скамейка, и я сейчас обсуждать не хочу. Спасибо. Олег, еще есть вопросы какие-нибудь о прошедшем матче? Да, пожалуйста. Виталий Виталий Тадович, можете по игре Никиты Андреева, как настраивали его на серию и добавили вы тем, как он сегодня виден? Ну, в целом, как тяжело ли это было обратить к этой игре, с учетом, что Сергей сейчас в чемпионате в серии? Ну, Никите вообще сложно в каком смысле? Что Сергей играет постоянно, да, сериями, а Никита играет от случая к случаю и в чемпионате, и у него между играми всегда там, за исключением конца осени, перерывы существенные. Две недели, три недели, месяц, и вот в этом сложности. Настраивали, в том смысле, что его настраивать не надо, он очень хочет играть. И на серию пенальти спросили, да? Ну, не секрет, наверное, что все изучают, мы тоже изучали. У нас было два варианта. Первый, это, значит, действует Никите с учетом тех данных, которые у нас есть, да, того, что мы видели. Потому что мы знали, что сейчас соперники тоже знают, что их изучают и начнут менять. Они могут просто, и это часто бывает, бьющие меняют свой угол, потому что знают, что их изучают. То есть нам надо было понять, нам надо это смотреть, не надо. Если смотреть, то надо учитывать, соперник будет менять свои решения по ходу, после матча в пенальти или нет. Или мы потом уже, после окончания матча, предложили Никите выбрать второй вариант. Вообще не смотреть, значит, не смотреть, кто куда бьет и самому принимать решение. Он сказал, он сам решение приел. Поэтому, скажем так, помогло. Еще один вопрос, если позволите. Как вы оцениваете игру Никиты ногами, с учетом того, что Сергея все время хвалят, что он, да, там, по требованиям Георгиевича, сильно подходит? Сильно ли отличается игра ногами Никиты от игры ногами Никиты? Ну, так как Сергея вообще мало кто в России играет, я не хочу его преувеличивать. Не потому что он, просто потому что, во-первых, не все команды играют в таком стиле, да. Их у нас 3-4. Это, можно сказать, Спартак, Динамо, Ахмат, Оренбург, да. Поэтому здесь, в общем, остальные команды играют по-другому. Это не то, что плохо, просто каждый играет на результаты и имеет право. Никита, скажем, чуть похуже, но, скажем, это твердая четверочка. Слава Богу, пока все было нормально. Хотя эта игра, конечно, связана с риском. Спасибо. Есть еще вопросы к кого-нибудь? Если нет, то спасибо большое за внимание.